Добрый день! Добрый день кому-то, кому-то добрый вечер. Я рад вас видеть, дорогие друзья у себя в гостях на канале Чувство знания Виталия Рафеева. Сегодня мне хотелось сказать несколько слов по поводу свободного времени. Этот вопрос очень часто звучит в тех или иных диалогах, монологах или обращениях к разным людям, которые добились какого-то успеха, потому что на этот вопрос многие люди отвечают так завуалированно, как бы пытаются уйти от этого вопроса, не говорить о своем свободном времени. Так вот, в чем здесь интересная фишка? Так вот, тема сегодня будет такая, свободное время, и я это свободное время сейчас вам покажу как бы не то, что негативном свете, но, скажем так, не позитивном свете, скажем так. То есть само понятие, само понятие свободного времени, когда у вас или у меня там, да, находится в голове такая штука, свободное время. Чем заняться в свободное время? Как только мы этот вопрос себе задаем, мы оказываемся в такой не совсем хорошей ситуации. То есть, если в пространстве находимся, скажем, вот здесь, то мы находимся в таком состоянии. Ну, примерно. То есть у нас такое пространство, которое мы видим, как бы большое пространство, да, и мы не знаем, чем это пространство заполнить, какими действиями, какими поступками, какими событиями, мероприятиями, какими занятиями своими, да, и мы к себе спрашиваем какой-то вопрос, и обращайтесь к человеку. А чем вы занимаетесь свободное время? То есть у нас вот такой ассоциация, да, вот с таким состоянием, собственно. Ну, успешного человека вот такого состояния нету. Нету состояния свободного времени. Потому что, потому что это понятие свободное время, оно взаимоисключающее, понимаете? Оно взаимоисключающее. Более того, оно, это понятие свободное время, ставит, что делает? Оно ставит крест на вашу жизнь или на ваш мир, скажем так, оно разрушающее, разрушающее такое понятие. Свободное время. То есть само понятие свобода и время, вот так, оно такой большущий крест поставит на вашу жизнь. Если у вас такое понятие образовалось в голове, и вы не знаете, чем его заполнить, это понятие, да? Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы вместо вот этого понятия свободное время себе внесли в свою ментальность, в свое сознание более, более сложные, но более продуктивные, скажем, понятие. Понятие независимого времени. Независимое время. Вот независимое время дает продуктивный результат, рациональный результат. И второй пункт у нас будет такой. Второй пункт у нас будет. Понятие свободы относится к чему? К пространству. Поэтому мы пишем сюда свободное пространство. Вот эти два понятия вы можете соединять. Соединять. Допустим, независимое время мы возьмем за единицу, да? Один. Вот у нас. Свободное пространство вы можете представить как ноль, да? Вот ноль какой-то. Скажем так, ноль. Вот теперь вы уже можете оперировать этими двумя понятиями в своем сознании с помощью ума. Наличие вот этих двух вещей показывает о том, что у вас имеется собственное самосознание, которое формирует ваше независимое время, вашу независимость. И в то же время, имея свободное пространство в своей жизни, вы будете показывать, что у вас имеется осознание, собственное осознание своих действий, своих поступков. Это такие сложные понятия, опять же, я вам грошу, да? Которые вы в своей жизни не применяете. Вот это понятие вы в жизни применяете очень часто, в свободное время. И, к сожалению, это понятие разрушает вот эти два, эти две вещи. Эти две вещи, на них оно ставит крест, если вы соединяете вот таким образом. Вот таким образом соединяете вот это понятие «свободное время». Поэтому, друзья, я предлагаю вам вот эту тему, вот это понятие «свободное время» из своей головы полностью выкинуть, как мусор, понимаете. Полностью из головы выкинуть, как из мусорного ведра. Вы выбрасываете вот это «свободное время» и выбросите его из головы. У вас нет свободного времени. Старайтесь к этому понятию не приходить. Как только вы подошли к этому понятию «свободное время», говорите «нет, это не мое понятие». Это не мое понятие. Я буду искать независимое время. Я буду искать свободное пространство. Я не буду соединять в себе эти два взаимосключающих понятия, которые исключают независимое время и исключают свободное пространство. И привели в свою жизнь вот эти две вещи важные. Один и ноль. То есть это цифры, как мы называем, как мы знаем. Математику не все у нас любят. И я в том числе в математике не очень силен. Но присутствие в вашей жизни цифр показывает вам наличие в вашей жизни независимого времени и свободного пространства. Таким образом у нас задача сводится очень простым вещам. Вещам, каким последовательность цифр в вашей жизни. То есть мы знаем один, ноль, один, там двоичный код, еще какой-то код. Это у нас цифровая жизнь современная. С помощью вот этих цифр сегодня передается огромная масса информации. Но в нашей жизни, в вашей жизни, в моей жизни также присутствуют цифры. И поэтому я предлагаю вам заниматься именно этими вещами. Писать цифры. Измерять измеряемые параметры. Измеряемые параметры собственной жизни. Во времени и в пространстве. То есть один, ноль. Это какие-то даты писать, да? Какое-то время писать, да? И так далее там. С помощью цифр. Когда мы пишем цифры, таким образом мы что делаем? Мы объединяем состояние независимого времени со свободным пространством. Мы это объединяем. И это состояние называется мир. Понимаете? Это достаточно странное состояние, да? Но с помощью, когда вы пишете цифры, и цифр в вашей жизни становится все больше и больше. И параметры измеряемого времени и пространства у вас увеличиваются, вы все больше попадаете в мир. Понимаете? Это мир. Вы создаете мир, с помощью которого вы достигаете успеха. Это безусловный вопрос. Понимаете? Как только вы попали в состояние свободного времени, вы вот это все разрушаете. Вы разрушаете собственный мир. Когда вы попадаете в состояние цифр, тогда у вас мир объединяется. Вы получаете большой, огромный ресурс из мира, из окружающего мира, который принимает вас как своего, как родного, как говорится, да? И вам ресурсы сюда пойдут. Из времени, из пространства. Это будет такое притяжение. То есть вы будете сюда притягивать, притягивать время и пространство. Потому что вы имеете независимость и свободу, которую вы выражаете с помощью цифр. Так вот, чтобы попасть в это цифровое пространство, нам необходимо совершать какие-то действия в пространстве и времени. Соответственно, эти действия записывать во времени. Это ведение органайзеров. Нормально? Нормально. Записывание каких-то дат, цифр. Нормально? Нормально. Очень много старайтесь использовать цифры в своей жизни. И тогда у вас появится вот это состояние независимого времени и свободного пространства, объединенное в сцене мира. Так. И поэтому, друзья, сегодня я говорил вам о... Сегодня я вам говорил о свободном времени, о вопросе по поводу, как на него отвечать, о свободном времени. У меня, отвечать так, у меня свободно, времени нет. У меня есть независимое время и свободное пространство, которым я могу поделиться с вами. Но как я могу поделиться? С помощью цифр, с помощью измеряемых параметров, измеряемых ресурсов, измеряемых величин. Этими величинами я могу с вами поделиться. Поэтому, дорогие друзья, мы, как один ноль, я в черном и в белом. Видите? Белое и черное, то же самое. Такие же категории цифрового мира, да, скажем так. Цифрового мира. То есть белый цвет и черный цвет также записываются в цифровых величинах. Поэтому, если вы оперируете цифрами в жизни, это нормально. Но если у вас есть другое восприятие, другое, там, восприятие цветовое восприятие, то то же самое. Чем больше в вашей жизни цвета, то есть красный цвет, там, синий цвет, да, черный цвет, видите, они как интересно, интересно, да? То же самое происходит в объединении мира. Объединение мира. Такое же большое-большой мир образуется, в котором вас воспринимает мир. Поэтому ваш успех зависит от измеряемых параметров с помощью цифры, благодаря которым вы объединяете мир. И уходите вот от этого понятия свободное время. От этого понятия, когда вы уйдете, совершенно про него забудете. Вы попадете именно туда, куда надо, в вашу цель, к вашему успеху, к вашей вершине. От одной вершины к другой, от одного маленького шага к другому маленькому шагу. Поэтому, дорогие друзья, я прошу вас обратить свое внимание на измеряемые параметры, цифровые, которые помогут вам, чтобы больше их присутствовало в вашей жизни. Единицы нулей, которые помогут вам объединить независимое время и свободное пространство в единый мир. Всех вам благ. С вами был Виталий Арофеев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok